В Одессе отметили День обретения мощей преподобного Гавриила Афонского. Праздник ознаменовался архиерейским богослужением и крестным ходом с мощами святого. 22 июля, 23 года назад, в Одесском Свято-Илинском соборе были обретены мощи святого преподобного Гавриила Афонского, одесского чудотворца. Ежегодно это событие Одесской епархии свято чтит в Илинском мужском монастыре. Праздничную божественную литургию возглавляют митрополит Одесский и измаильский Агофангел. Нескончаемый поток людей прибывает в этот монастырь за помощью от святого Гавриила. Приходят простые люди, монахи, священники, архиереи. Каждый четверг в полседьмого утра перед мощами преподобного служится Акафист. Пока он прославлен как местно чтимый святой, но мы надеемся, что придет время, он будет прославлен как общецерковный святой, потому что этот святой имеет огромное значение для всего православного мира. Он являлся неким таким невидимым и тайным мостом, который соединял Святую Русь со Святой Афонской горой. Промыслом Божиим из Киевской губернии был избран для высокого служения сирота, чтобы со временем он стал для каждого величайшим отцом церкви. Кладези духовной мудрости были открыты ему и в киевских обителях, и на Святой Земле, и на Святой Горе Афонской. Побывал во многих монастырях и остановился в ските пророка Ильи, где он начал свое монашеское служение. Там был пострижен монашеством, рукоположен священный сан. Преподобного Гавриила Господь призвал в небесные селения, когда ему не исполнилось даже 60 лет. За эту, на первый взгляд, по человеческим меркам, очень маленькую жизнь преподобный сделал столько много, насколько не сделали и гораздо больше прожившие на земле люди. Он построил и в Ильинском скиту на Афоне, построил огромный пятикупольный собор, более по размеру, нежели чем наш храм. Он копию этого собора построил в Одессе, увенчав ее только колокольнища вдобавок. Он построил подворье в Константинополе, он построил подворье в Таганроге. Он несколько лет являлся старшим на корабле святой пророка Илья, который доставлял паломников благочестивых из Одессы в Константинополь, а из Константинополя уже на Святую Афонскую гору. Все эти тяжелые труды очень сильно подрывали здоровье преподобного. Для всех нас и сегодня жизненный пример святого Гавриила вселяет бодрость духа и стремление трудиться на Неве Церкви Христовой. Годы преподобного Гавриила Афонского были годами великого строения монашеской жизни. Он был образцом для братьев в смирении, в труде, в послушании. Одним из заветов преподобного Гавриила, своим духовным чадом, оно хранится в завещании, это в нашей канцелярии монастыря, и он обращается к своим духовным чадам, чтобы они сохраняли самую главную любовь в своем сердце. Об этом говорит нам и сам Христос, что по той любви, которая будет между вами, я буду знать, что вы есть мои ученики.